Закон Яровой могут внести изменения. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с партией «Единой России». Президент подчеркнул, что самое важное – это обеспечить гражданам максимальную безопасность. Однако ущерб российскому бизнесу это быть не должно. Напомню, пакет Яровой обязывает сотовых операторов и интернет-компаний хранить данные о разговорах пользователей и предоставлять эти сведения по запросу спецслужб. Мы видим, что творится в мире, и думаю, что ни у кого нет сомнения в том, что мы должны предпринимать максимальные усилия для обеспечения безопасности людей. Вместе с тем, если это можно сделать, не разрушая бизнес наших крупных операторов, то, конечно, нужно идти именно этим путём. Поэтому мы договорились, решения приняты все, но нужно, и я вас прошу об этом, правительство знает, и министерство связи этим занимается, нужно внимательно смотреть, что происходит, и если все вместе увидим, что возможны решения, которые и задачу решат, и бизнес не поставят в сложное положение условия, то тогда, может быть, и здесь нужно будет какие-то коррективы нести в будущем. Вообще, Владимир Путин сегодня фактически выступил в качестве наставника для единороссов, главе государства, в очередной раз приходится давать представителям правящей партии советы. Даже, казалось бы, самые очевидные, но ведь если не понимают, то приходится повторять снова. С избирателями надо быть честными. Во-первых, люди у нас, даже если в деталях какой-то проблемы не знают, они часто сердцем чувствуют, вот где правда, а где ложь. Где пустые обещания, а где желание, реальное желание и стремление конкретного человека, в данном случае депутата будущего, изменить ситуацию к лучшему, решить реально ту или иную проблему. Это люди сразу улавливают. Фальшь не проходит никогда. И вот если на основе вот такой работы с людьми вы добьетесь главного, добьетесь доверия людей, то здесь наступает вторая, не менее важная задача. Это доверие нужно оправдать. Надеюсь, что за 12 дней, которые остались до выборов в Госдуму, ни единороссы, ни представители других партий не забудут этот совет. Ну и важно, чтобы не забыли и после того, как появятся они на охотном ряду. А то ведь мы знаем, что про избиратель и депутат зачастую вспоминают только перед выборами. Раньше много обещали строить детские сады, а вот здесь ситуация как раз удалось переломить. Теперь по поводу детских садов. Действительно, огромная работа проведена, и я уже об этом говорил. И хочу ещё раз повторить. Знаете, мы так стараемся не выглядеть, как кукушка и петух, так нахваливать друг друга. Но здесь действительно, я знаю это. Дмитрий Анатольевич взял это под свой контроль. Он мне когда-то прямо сказал, я считаю, что мы это должны добить. Я буду вот каждый месяц контролировать. И добил. Вот реально, практически мы эту тему закрыли. Но, как всегда, есть нюансы. С роддельными домами тоже всё становится лучше. Ну а когда дело сделано, ну и пошутить можно. Перинатальные центры, действительно, мы эту программу осуществляем уже в течение нескольких лет. В 2016 году 32 перинатальных центра в 30 субъектах Российской Федерации. Это действительно прорыв в медицине. Просто здорово. Иногда, знаете, когда я бываю, приходит, что сам бы родил там, понимаете, если бы мог. Там действительно это просто, ну, любо-дорого посмотреть.